Простите, что пришлось прерваться, мне пришло сообщение, и телефон его какого-то черта не смахнул, а открыл. Значит, следующая книга, вторая, «Секрет пролитых чернил». Это вторая книга в этой серии. Тем более, что тут 19 век, Лондон, тут сам Бог дал просто читать. И почему русалка плачет? Вот еще одна книга, то есть у нас теперь в нашей библиотеке 4 книги. Я предлагала Дамиру, может, в электронном варианте почитаем, а мне говорит, нет, будем создавать собственную библиотеку. Как бы у моих родителей огромная библиотека книг, вот, у нас, естественно, ничего нет, потому что в Россию мы приехали буквально каждому по чемодану. Поэтому о какой может библиотеке идти речь? Вот, и неизвестно, может, мы будем еще переезжать, и сколько мы вещей с собой еще заберем. Но Дамир решит создать собственную библиотеку, я, пожалуй, не буду ему в этом противиться. Я-то взрослая тетка, я могу и в электронном варианте почитать книги. А ребенку, конечно же, хочется полистать, потрогать, посмотреть картинки. Я его понимаю. Я тоже больше люблю бумажные книги, поэтому бумажные. Значит, вот такие носочки. Черные, синие, серые. Носочки. Дальше. Дамир сказал, что это бобы. Ну, вообще, это, типа, просто... Оу, это Дамир. Игры, жевательные дрожжи. Боже, я думала, это просто мармелад. Ах ты какой, я думала, это просто мармелад. А это виноград или сыр с плесенью. Апельсин или улитка. Арбуз или сопли. Ванильное мороженое или поношенные носки. Клубника или свежая кровь. Кола или кошачий корм. Так это игра, оказывается. Ах ты. Бобы, говорит. Ага, бобы, да. И последнее, что значит у нас, это... Глянь, нам отдали его. С тремпелем. Значит, вот такие вот носочки. Пушистые, мягкие, приятные. Вот такие вот носочки. Не носочки, а валенки домашние. Все, ребят, всем хорошего-хорошего дня. А мы с Дамиром погнали. Мерить носки, читать книги, есть вкусняшки и лечиться дальше. Потому что Дамир болеет. Все, пока-пока. Пошли. Да. Коровка тоже пока-пока. Пока-пока. Потом расскажешь всем. Дамир хотел вам очень рассказать о мультике. Об одном из мультиков, которые мы посмотрели. Про Петю и его друзей. Как-нибудь он обязательно об этом расскажет. Про друзей. А, про Петю и Волка. Сорян. Петя и Волк. Потом расскажешь, да? Ты же хотел рассказать, да? Расскажешь или нет? Да. Все, друзья, пока-пока.